Спонсор видео группа по продаже монет и ресурсов от Tomfarm, где вы можете приобрести стройматериал для амбара, стилостные башни, расширение земли, шахты, топоры и пилы, монеты и многое другое. А также в группе проходят ежедневные акции и рандомы. Ссылка на группу в описании. Шахта предназначена для того, чтобы добывать в ней различную руду, из которых в дальнейшем можно выплавлять слитки в плавильных. Серебряную руду, золотую, платину, железную руду и уголь добываем при помощи специальных инструментов, каждый из которых дает возможность получить различное количество единиц руды. При помощи динамита получаем 2 единицы руды, бочки с тротилом 3 единицы, лопаты 4 единицы, кирки 5 единиц любой руды. Чтобы использовать эти предметы, нажмите на шахту, появится изображение этих инструментов. Возьмите один из них и перетащите по стрелочке, вовнутрь шахты. Раздастся взрыв и посыпется руда, между которой могут быть иногда и алмазы. Какую руду мы получаем в тот или иной раз мы не знаем, она падает в любом порядке, конечно какая-то чаще, как например железная руда и уголь, а какая-то реже, как серебряная руда и самая редкая платиновая руда. Иногда, кроме руды, из шахты выпадает алмаз, поэтому никогда нельзя продавать никакие инструменты для добычи руды. Если у вас накопилось слишком много взрывчатки, надо просто ее взорвать, руду продать, а вам останутся алмазы, которые, конечно же, никогда не бывают лишними. И к тому же, за использование взрывчатки и добычу руды вы получите звезды опыта, а руду сможете продать дороже, чем подрывной инструмент. Любая руда отлично продается по самой высокой цене, никогда не стоит ставить ее дешево. Самой востребованной является серебряная руда, так как серебро входит в состав всех ювелирных изделий. Ее не продаем никогда, всю пускаем только на переплавку в слитки. Шахта, в отличие от всех других производственных построек, не может быть освоена, так как это происходит мгновенно еще при ее строительстве. Во время Хэллоуина внутри шахты время от времени можно увидеть пару желтых глаз. В зимний период перед входом в шахту лежит снег, и на нем видны отпечатки куриных лап. Добыча руды и переплавка ее в слитки – очень важный производственный процесс. Открытие шахты и покупка пяти плавильных печей Хэйды стоит недешево, но тянуть с этим нельзя. Надо сразу же все пустить в производство, поэтому необходимо заранее собрать довольно крупную сумму денег. Ну что же, ребята, спасибо, что смотрели видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вы были на канале GameMakersTV, меня зовут Марк, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok